Сегодня в Донбассе состоялся очередной обмен пленными на нейтральной территории. Между Марьинкой и Александровкой украинская сторона передала четверых бойцов ополчения, а представители самопровозглашенной ДНР двоих военнослужащих. На месте события присутствовал наш корреспондент Антон Степаненко. Автомобили проезжают передовой блокпост и километра полтора едут по нейтральной полосе. На этот раз обмен военно-пленными будет происходить здесь. На полпути до украинских позиций мы останавливаемся. По договоренности машины с обеих сторон должны были выехать одновременно, но с украинской не спешат. Наконец подъезжают две. ДНР меняет двух украинских военно-пленных на четверых своих. Изначально планировали получить шестерых, но с украинской стороны внезапно поменялся переговорщик. Поэтому на свободе пока окажутся только четверо. Отдаем командира арт-дивизиона, майора отдаем, и заряжающего, старшего матроса. То есть по сути артиллеристов, которые ведут обстрел. Переговорщики встречаются один на один между группами сопровождения, дистанция метров 15. Наконец выводят пленных. Первыми отпускают украинских. Те уже успевают дойти до своих, когда военнопленным ДНР можно расстаться с украинской охраной. Несмотря на договоренность не стрелять, машины обеих сторон на приличной скорости разъезжаются с нейтральной полосы под прикрытие своих блокпостов. Военнопленными всех четверых уже традиционно можно назвать весьма условно. Из украинского плена домой вернулся лишь один военный армии Донецкой республики. В плен попал во время спецоперации. Остальные трое освобожденных – гражданские. Во-первых, я не попал в плен. Я, в общем-то, журналист. И был арестован именно за то, что, скажем так, дал интервью на телевизионном канале. Были разговоры по телефону и все. Из-за телефонных разговоров взяли. Где и где? А где? Ну, прямо на работе. А в каком городе? В Подволновах. По сути, в очередной раз киевские власти выменивают своих военных на гражданских пленников, которых берут специально, чтобы было кого отдавать под видом военнопленных. И это далеко не первый случай. Ведь в плен ополченцы попадают гораздо реже украинских военных. Антон Степаненко, Артем Григорян, Рушан Умяров, Первый канал, Донецк.